Приветствую вас. По описанию вашему получается классический такой любовный треугольник, да, как вы его сами назвали, но в психологии это больше называется треугольником Гартмана и состоит треугольник Гартмана из трёх элементов. Первый элемент это жертва, второй элемент это спаситель, третий элемент это тиран. И вот в вашем случае вы это даже не так. Жертва, преследователь и спаситель. Вот так. И в вашем случае преследователь это определенно та девочка, которой вы столкнулись, да. Жертва, попеременно, то вы молодой человек. Вот. Ну и соответственно, грубо говоря, да, если жертва это вы и молодой человек, попеременно как бы, ну вот. То вот вам и понимание этих людей. То есть девочка зависима от молодого человека, не может его отпустить. Молодой человек не может принять адекватных решений, ну просто потому что, не может принять этих решений, да, просто потому что. Не надо думать, что он не хочет. Может быть он и хотел бы, но у него нет для этого ресурсов. Человек просто не привык, да, не привык к тому, чтобы принимать какие-то решения. Вот. В целом, в целом, вот то, что я могу вам сказать, да, в целом вы, ну можно сказать так, в целом вы правы. То есть вы поступали верно до, ну до поры до времени вы поступали верно, скажем так. То есть вы адекватно относились и к молодому человеку, да, и к его девочке. То есть, в принципе, вы вели себя вполне адекватно. Единственное, что действительно неадекватно с вашей стороны, да, это только то же, что вы по какой-то причине, вот, собственно, считаете, да, молодого человека по-прежнему тем, кем он не является. Вот. Вот это, пожалуй, действительно, в общем-то, свидетельствует о наличии у вас проблем. То есть вам для чего-то нужно мужчину идеализировать, вам для чего-то нужно, чтобы он был идеальный, вам для чего-то нужны эти отношения, и он сам вам для чего-то нужно. Понимаете? То есть нечто, что-то заставило вас к нему прикипеть, как вы говорите. Это нечто, как правило, является вашими желаниями собственными, либо, опять-таки, собственными страхами. Какими-то, это либо желания, либо страхами. Соответственно, либо родительские сценарии. Вот. Вот. Но это только в том случае, если, например, ваша мама, она в такой же вот ситуации находилась. Значит, смотрите дальше, какая получается история. Вы верите в мужчину, да, верите, что он на что-то способен, как вы говорите. Здесь, я полагаю, что не имеет смысла говорить такую фразу о том, что если бы он был на что-то способен, то, наверное, он бы уже давно сделал бы что-нибудь. Да. Да. Вот. Раз он не сделал ничего, значит, скорее всего, он не способен. Но вам хочется, чтобы он был способен. И здесь нужно как следует определиться с вашими желаниями. То есть, почему я хочу, чтобы мужчина был на что-то способен. Почему я требую от человека того, что он явно мне дать не может, не в силах, чего я хочу. Для этого я рекомендую вам представить себе ситуацию, что вы находитесь с ним в отношениях. С мужчиной, я имею ввиду. Вот. Представьте себе, что вы находитесь с ним в отношениях. Вот. И подумайте, как бы вы себя чувствовали в этом вот состоянии, в этих отношениях. Что бы вы чувствовали? Вот ваши ощущения, они были бы какими. Потому что здесь речи не идёт о любви на самом деле. Вот о любви речи здесь вообще никак не идёт. Потому что, если бы была любовь, то мы бы давно уже человека отпустили, бы сказали ему, окей, я поняла, что за мной это несчастливо. Ну, раз вот от меня уходишь и от неё уходишь, да, я поняла, что ты несчастлив ко мной, соответственно, держать тебя я не буду. Не хочу и не буду. Но поскольку вы не можете его отпустить, не можете идти, спать вам плохо, тяжело и так далее. Это значит, что ни о какой любви речи не идёт. И в действительности у вас не любовь к нему, а определённое влечение. А влечение это что? Это желание, которое мы не можем идентифицировать. Есть какое-то желание, мы не понимаем, что это за желание. Вот. И, соответственно, не понимая, что это за желание, мы пытаемся их удовлетворить так, как будто бы наши влечения были бы желаниями. А тут вот нам хочется, например, быть с, допустим, ну, с человеком, да, и мы к нему стремимся. Вот. При этом мы не понимаем того, что мы как бы можем стремиться к человеку самому, но не для того, чтобы сделать его счастливым, не для того, чтобы быть с ним. Вот. Не для этого, а для того и потому, что нам нужен. Человек нужен нам. Вот какая только вопрос. И вот именно с тем, для чего, для чего он нам нужен. Зачем он нам нужен. Вот это и нужно обязательно как следует обдумать. А так, у вас классическая схема треугольника Карпмана. Вы можете это почитать в интернете про треугольник Карпмана. Там, в принципе, все на эту тему написано. Я не думаю, что вам это будет сложно. И объективно, конечно же, объективно было бы лучше, да, если бы вы начали бы работать над собой, да. То есть, ну, личную консультацию взяли бы, потому что сами вы вряд ли из состояния зависимости справились. Вот. Не потому, что вам обязательно нужно с психологом работать. А потому, что зависимость – это довольно серьезная проблема. Любовная зависимость – это довольно серьезная проблема. И тем более, что вы не спите, не едите, да. То есть у вас довольно уже такая серьезная форма. Вот. И первое, что нужно сделать – это, в общем-то, признаться, проблему. Вот. Это первое, что нужно сделать. А после признания проблемы вообще можно будет что-то рассчитать, что-то думать, что-то делать, ну и так далее. И так далее. Вот. Значит, хорошо. Дальше. Значит, вот вы говорите, что вам нужна помощь. Да, вот смотрите. Давайте пройдемся по вашему вопросу. Вы говорите, что она бежит, а не побегу ли я? Вопрос, согласитесь, довольно странный. Потому что мы не можем знать, побежите ли вы или нет. Это зависит от вас. И здесь у меня такое ощущение, что вы как будто бы хотите, чтобы мы предсказали вам будущее, а будущее мы вам не предскажем. Потому что мы психологи, а не эзотерки. Если у вас зависимость будет, то, соответственно, побежите. Потому что зависимость, она на то и зависит, чтобы бежать. Вот. Значит, если зависимости не будет, то, соответственно, не побежите. Дальше. Как быть? Как быть сказать? Почему это со мной? С вами это потому, что вы изначально уже были, ну, скажем так, предрасположены к подобной зависимости. Вот. Вы уже были предрасположены к ней. Вот. И именно поэтому у вас возникла такая ситуация. То есть вы не только с этим мужчиной в эту проблему вошли и так далее. Не только с ним. Вы были раньше в этой проблеме. Так же. Вот. Вы были раньше в этой проблеме. Только раньше этого, может быть, не замечали, а теперь это есть. К сожалению. Вот. Теперь это есть. И сделать с этим, раньше. Раньше. Именно раньше. Вы ничего не могли. Это было нереально. Поэтому с вами происходит то, что ваши, скорее всего, базовые потребности, которые должны были быть удовлетворены еще с детства. Вот. Не удовлетворены. Из-за этого возникает то, что возникает. Из-за этого возникает такая вот проблематика. Именно у вас. Поэтому это с вами. Дальше. Почему это с ними? Здесь у меня к вам встречный вопрос. Почему вас это волнует? То есть, ну, как бы с ними это и с ними, а вам-то как бы что из этого? Понимаете? Вот. Это первое. Второе. Ну, то есть, помимо того, зачем вам это сделать? А ты просто, зачем? Вам это не поможет. Вам это не поможет. В таких ситуациях не оказаться никак. Никак. Не поможет никак. Вот. Дальше. Значит. У девочки зависимость примерно такая же, что у вас. А мужчина, он, скорее всего, просто утверждается за вашего. То есть, нельзя сказать, что это такой же, знаете, человек, да, такой же я имею ввиду, такой свободный человек. Нельзя сказать, что он прямо свободный, знаете. Он не свободный. У него есть также серьезные проблемы. Вот. Ну, проблемы со всем на самом деле, да, просто проблемы и с самооценкой, проблемы и с удовлетворением своих потребностей каких-то и так далее. То есть, все вот это вот, у него все это есть. Просто у него это разница немножко по-другому. Вот и все. Разница на самом деле только в этом. Больше разницы нет. Вы все зависимые люди. Так. Что это за люди? Не очень понятен вопрос, что это за люди. неудовлетворенные люди, страдающие, страдающие, скажем так, невротическими проявлениями. Вот. Каковы? То есть, подсознательно ищущие возможность, потребность удовлетворять свои желания. Но, в силу определенных проблем, не имеющие возможности это сделать адекватно и правильно. Хочется в этот залив. Чем все закончится? Ну, на самом деле, здесь опять вы как будто бы обращаетесь не к психологам, а к эзотерикам. Вот еще раз напоминаю, что мы психологи. Мы не предсказываем будущее, мы не занимаемся этими вещами. Вот. Но, думаю, что скажу довольно банальную вещь. Заметив, что либо мужчина будет с кем-то из вас, и кто-то из вас обязательно в этих отношениях будет не счастлив. Потому что, ну, вы не изменитесь пока. Да? Либо мужчина будет ни с кем, и вы все трое будете страдать. Так или иначе, и в итоге каждый из вас найдет семью, найдет своего, так сказать, спутника жизни, но при этом все равно счастливее не будет себя чувствовать. Вот. Вот так это вот то, чем можно это закончить. Да. Дальше. У меня, ну неважно, и у вас, и у них. Вот. Ага. Значит, письма, письмо, которое вы хотите написать, оно за собой ничего не несет. Вот. Вот. То есть, как бы... Письмо вам не помонит, на самом деле. Письмо помонит только в том случае, если вы его отправлять не будете. Вы напишите, но не отправляйте. Вот. Это да. А так вот в остальных случаях нет. Письмо не помонит. Не помонит вам. Никак. Далее, значит, смотрите, вы говорите, хотим помочь понять себя и людей. Так вот, вы не поймете людей, пока не поймете себя. Со стороны, со стороны, людей понять еще более затруднительно. Других особенно. Не только вас, но и других людей. Вот. Понять затруднительно, потому что, ну, чужая большая подъемка. Вот. Я надеюсь, вы это понимаете. И... Да. Ну, соответственно. Вы хотите понять других людей только для того, чтобы вам было легче. Вы думаете, что от понимания других людей вам станет легче. Не станет легче. Потому что, если у вас есть потребность оправдать кого-то, то вы всегда будете стараться оправдывать кого-то. В любом случае, хочется вам этого или нет. Поэтому не стоит течь от тебя иллюзиями, что, поняв других людей, вы можете понять лучше себя. Вот. Не стоит. Это обманутая иллюзия. И говорить нужно, в первую очередь, о себе. Вот. То, что вы о себе не говорите, то, что вы, как бы, вообще в эту ситуацию попали. Вот. Это свидетельствует о том, что вы, как раз таки, себя, сами себя не очень любите. Понимаете? И именно поэтому, потому что вы себя не любите, именно поэтому, потому что вы себя не принимаете, что-то в себе вы отрицаете, вот именно поэтому вы и нуждаетесь так сильно в другом человеке. Ну вот, в мужчине, да, и так далее. И девушка его тоже самая, она тоже самая, она такая. А мужчина, он осознательно, как человек, страдающий маниакальным поведением, да, то есть не маньяк такой, в привычном смысле слова, а именно у которого есть определенные маниакальные проявления. И он выбирает себе местных девушек, которые вот находятся в определенном кризисе, да, то есть он впервые идеально ухаживает, потом смотрит, как девушка купилась на это или нет. Если купилась, он с ней, если не купилась, значит, она от нее уходит, потому что ему не нужна свобода любивая девушка. Ему нужна девушка, которая будет его терпеть, которая будет себя ограничивать во всем, вот, и так далее. И нельзя думать, нельзя говорить, что он это делает специально. Он это делает не специально, просто для него это единственный способ устраивания отношений. Пока что. Если его не научатся. Или если он сам не научатся. Я думаю, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Пожелаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует.